Коллеги, продолжаем работу. Вячеслав Караваев, Сергей Семак. Пожалуйста, по традиции, первые вопросы игроку. Вячеславу Караваеву, кто будет первый? Гоша Чернов, пожалуйста. Вячеслав, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, матч. Что не удалось сегодня? Какая была основка на игру? Да, ну, естественно, конечно, обидно проигрывать. Наверное, в первую очередь мне удалось высоко прессинговать, чуть-чуть поактивнее, поотважнее играть. Мне кажется, это самые такие моменты. Спасибо. Будут ли еще вопросы Вячеславу? Вячеслав, спасибо, видимо, на этом все. Спасибо. Сергей Богданович, по традиции, краткий анализ игры, затем вопросы. Ну, что касается матча, то, естественно, что команда, более сильная команда сегодня победила. И Ювентус был сегодня быстрее, индивидуально очень много, обыгрывали один в один, создавали моменты. Мы, в свою очередь, немного пассивно играли в обороне, позволяли сопернику очень спокойно контролировать мяч и создавать моменты. И после пропущенного пенальти, когда встреча пошла такая на встречных курсах, матч, вернее, пошел на встречных курсах, здесь уже индивидуально разница была очень ощутима игроков Ювентуса и нас, когда в простых, не в простых ситуациях, а появилось пространство для того, чтобы обыгрывать в один в один. И Дебала, и Кьеза с их скоростью, индивидуальным мастерством сегодня смотрелись очень прилично по сравнению с нами, конечно. Пожалуйста, Гоша Чернух. Добрый день, Роман Григорьевич. Скажите, пожалуйста, какие вы хотели исправить ошибки после матча двухнедельной давности и удалось ли, может быть, что-то даже сделать сегодня, какой-то позитив извлечь? Что касается первого матча домашнего нашего, здесь такая игра была равная и немного позволяли сопернику создавать моментов, то в сегодняшнем матче у себя дома после двух неудачных матчей Ювентус, конечно, пытался реабилитироваться, что сделал с блеском. Сегодня играли хорошо. Еще раз, что по скорости, что по интенсивности, что по работе с мячом и по качеству, и по быстроте. Они сегодня нас переиграли. Сергей Богданович, и Караваев сказал, что не удалось высоко признавать. Сейчас вы сказали, что пассивно оборонялись. То есть это не было установкой, что «Зенит» так низко встречал, но, соответственно, почему так происходило, если это не была установка? Ну, потому что игроки были быстрее, не успевали их накрывать, уходили, выходили быстро, расставлялись правильно, быстро работали с мячом, поэтому поджимались, боялись, что будут обыгрывать один в один, отсюда и ниже садились. Сергей Богданович, понятно, что последний год часто критиковали «Зенит» за большое число длинных передач, но показалось, что особенно в первом тайме «Зенит» слишком часто выходил из обороны именно через короткий пас. Была ли какая-то такая установка, что выходить именно через короткий пас? И если, ну, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ситуацию. Ну, конечно, мы стараемся всегда и в матчах чемпионата России, и Лиге чемпионов выходить через передачи, и, естественно, в каких-то моментах это получается, в каких-то нет, поэтому и сегодня были моменты, когда мы выходили, были моменты, когда мы переигрывали моменты, неправильно принимали решение, нужно быстрее было уходить из зоны прессинга, но, опять же, это все упирается в скорость работы с мячом, скорость мышления, скорость движения. И в этих компонентах сегодня «Ювентус» был сильнее. Сергей Богданович, показалось, что в первом тайме очень нервно играл Критсук. Что можете сказать про его игру в целом, про его игру при подачах «Ювентуса» с флангов? Были ли конкретно в этом элементе проблемы, или там, в принципе, все было хорошо? Нет, мне тоже так показалось, что сегодня нервозность присутствовала не только у Стаса и у других игроков, которые ошибались в простых ситуациях, где-то немножко действовали с таким напряжением, с какой-то скованностью в каких-то ситуациях. Это действительно было, на мой взгляд, мне тоже так показалось. И вопрос про пенальти. Сейчас уже разлетелись скрины того, как игроки «Зенита» вбежали в штрафную до удара «Дибалы». И сравнивают это с тем, что произошло в матче со «Спартаком», когда тоже игроки «Зенита» вбежали в штрафную до удара «Дзюба». Что можете про это сказать? То есть это какая-то систематическая, получается, ошибка игроков? В чем дело? Ну, конечно, это вопрос концентрации, это стандартное положение. И, естественно, когда эмоции преобладают, иногда теряют концентрацию в тех моментах, уже по инерции. Понятно, что там незабитые пенальти случаются достаточно редко. То есть здесь желание у игроков побыстрее помочь вратарю на случай того же отскока или добивания, иногда это, естественно, эмоции перехлёстывают. И в одном, и в другом случае. Вы правы, абсолютно. Скин Иванович, можно ли сказать, что в какой-то степени «Зениту» мешает прогрессировать в Европе, отбирать очки у грандов, отсутствие серьёзной конкуренции в премьер-лиге? Вот в лиге с вами почти всегда играют вторым номером, нет такого интенсивного высокого прессинга, как сегодня был, то есть негде практиковаться. Ну, нам мешает не столько уровень сопротивления в премьер-лиге, хотя понятно, что в лакмусу бумажка выступления в игрокубках, играя, и как раз и является результатом наших клубов в Европе. Но у нас мы даже по комплектованию, естественно, потеря двух-трёх игроков для нас она критична, потому что у нас нет возможности, если по чемпионату России мы как-то можем справляться с потерей лидеров или просто ведущих наших игроков, то в лиге чемпионов, естественно, это абсолютно недостаточно. И здесь вопрос, прежде всего, комплектации, наверное, а не уровня чемпионата. Сергей Богданович, как бы вы прокомментировали игрок Лаудинио, потому что показалось, что в этом матче, в отличие от матча чемпионата России, как-то потерялся, совершил ошибки, в том числе два гола, в том числе по его вине пришли. Второй вопрос, почему решили заменить Ракицкого, показалось, что он был очень недоволен этим вообще рассматривать вариант при изменении схемы по ходу игры на два центральных защитника, чтобы Ракицкий там оставался с Чистюковым или с Лауреном, или будут оставаться с Чистюковым и Лауреном в этом сочетании, как правило? Конечно, мы раз в зависимости от ситуации игры, если мы перестраиваемся на четыре защитника, мы можем любого из центральных защитников заменить в зависимости от хода матча, в зависимости от того, как складывается игра по состоянию игроков по многим причинам. Поэтому, конечно, в этот раз при переходе, опять же, на четыре заменили Ярослава, что будет в следующий раз, посмотрим, в зависимости, опять же, по ходу матча и по ходу игры. Иногда по состоянию здоровья, иногда по желтым карточкам, иногда по тому, насколько кто лучше играет или на оборону, или на атаку, по многим принципам, по многим моментам. Последний вопрос, пожалуйста. Остались только математические шансы на выход из группы. Понятно, что после жеребьевки об этом всерьез вообще никто не говорил. Но вот сейчас, после четырех туров, что можете сказать про качество игры «Зенита» в этой Лиге Чемпионов? Насколько удается следовать тем идеям, которые есть в тренингском штабе? Насколько удается вообще навязывать, на ваш взгляд, борьбу топ-клубом, потому что, да, уже три игры против топ-команд сыграли? Ну, вы видите, что если с точки зрения обороны стараться обороняться, искать шансы на контратаках, какой-то шанс есть, не без доли везения. То есть матч из Челса с Ювентусом в этом отношении, в отношении обороны мы провели более-менее. С точки зрения атаки, естественно, мы не можем играть с такими клубами, с позицией силы. По поводу выступлений в Еврокубках, ну, все тренеры уже давно говорят о тех проблемах, которые есть. И, естественно, ждать какого-то чуда. И прогресса в этом плане пока не приходится, к сожалению, для нас. Коллеги, спасибо на этом все. Спасибо. 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 Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...